Итак, ребята, мы завершили, значит, отделку нашего макапа выставочного, и сегодня я уже вам расскажу, как же все-таки отделать цоколь с гарантией 20 лет. Значит, самое главное, что нужно запомнить, что данные системы именно сертифицированы, то есть они прошли испытания в морозильной камере, на сжигании, и именно применение таких слоев дает возможность и исполнителям, и продавцам ссылаться именно на эти испытания и давать гарантию. Потому что вся остальная гарантия, ну вы сами подумайте, как это выглядит, да, мастер вам максимум, что может сказать, я так уже делал, у всех все стоит нормально. А когда ты спрашиваешь его, а на основании чего это нормально, вот твоих внутренних ощущений, или, может быть, вспышек на солнце, ну на основании чего это ты так говоришь, он тебе скажет только на основании опыта. Так вот, для того, чтобы не ссылаться на опыт, для того, чтобы можно было давать гарантию на каких-то серьезных объектах, потому что когда ты работаешь застройщиком, им нужны системные решения, то есть карта послойная, как это делается, со всеми технологическими слоями. Итак, мы сегодня с вами рассмотрим пару систем самых популярных, которые применяют для отделки цоколя. Это у нас что? Это у нас идет камешковая штукатурка под покраску и приклейка плитки. Приклейка плитки у нас может быть тоже двух видов, да, то есть по утеплению и без утепления. Итак, давайте сейчас кратенько поговорим по всем слоям, а потом я вам зачитаю, как эти слои называются. Итак, первый вариант у нас, значит, приклейка клинкерной плитки или любой другой керамогранита на цоколь с применением утепления. Обязательно запомнить, обязательно нужно снимать верхний защитный слой с экструдированного пенпольстерола, вот с этого, да. Потому что только это технически является правильным решением. Снимается он и с одной стороны, и с другой. После того, как вы приклеили, значит, утеплитель, дальше обязательно нужно проармировать сеткой. Сетку мы фиксируем в данном случае на термоклип. Ну, вы можете любой другой зонтик применять. Для чего это нужно? Смотрите, любой фундамент или любой, даже фасад, в принципе, принцип тот же самый. В случае, если происходит какая-то динамическая подвижка или фасад начинает каким-то образом где-то усадочные процессы, соответственно, плитка без сетки может отвалиться. Ну, или, допустим, представить, не дай бог, какой-то пожар. В случае, если даже пожара, такая система является безопасной. Вы можете ее на высоте использовать, потому что плитка повиснет даже и на сетке. То есть, если у нас произойдет отслоение штукатурки, то внутреннее армирование все равно эту конструкцию удержит и осыпания не будет. Также очень актуально это дело, особенно на утеплении дымоходов на доме. Если даже где-то отслоение какое-то произошло, вся конструкция у вас будет держаться на сетке. Итак, дальше, значит, сетку, обязательно сетку примазываем сверху. Не так, как это многие делают. Потому что иногда, я думаю, на ютубе вы видели много роликов, когда за сетку тянут, и она прямо шубой слетает. Это потому что делают сначала, прижимают сетку на какие-то скобки со степлером, потом сверху примазывают клеем, и потом уже дальше штукатурят красить. Это неправильно, так делать нельзя. Сначала мы гребенкой растаскиваем, значит, рас, состав он называется. В него втапливаем сетку, сверху потом, ну, фиксируем термоклип, и сверху уже потом эту сетку примазываем. Все. После того, как этот слой у нас готов, дальше мы используем клей РКС. В принципе, можно использовать РКС или FX-900, разницы особо нет. Вот, FX-900, единственное, что он более сложный клей для таких более тяжелых эксплуатационных мест, поэтому РКС-клей вполне достаточно. Дальше мы приклеиваем уже нашу плитку. В данном случае у нас расшивка здесь идет, значит, из пистолета. Фуговка называется РСС, она наносится в жидком виде. Ну, вы, как видите, здесь с толстыми швами, именно вот эти специальные затирки позволяют формировать такие широкие швы, и не вываливаются из них, потому что многие покупают даже для уличного клинкера, вон какой-то там церезит в этих банках, которые внутри для плитки, и потом мы имеем, что имеем. Значит, первое, рассмотрели систему по утеплению. Дальше, значит, такая же система без утепления. Что здесь важно? Значит, основание обязательно нужно прогрунтовать. Есть такой материал, МЗ-4 называется. Он делается методом набрызга, вы его можете из ковшика даже набрызгать. То есть, его задача создать такой повышенный адгезионный слой. Дальше мы используем штукатурку МЗ-1, и принцип тот же самый. Опять утапливается сетка, но в данном случае уже без зонтиков, потому что нет утеплителя. Дальше клей РКС, дальше, значит, у нас опять клинкерная плитка, и здесь уже полусухая затирка FM. Вот это, ребята, это называется системным решением. Вот этот слой, он как раз у нас идет под камешковую штукатурку, под покраску. Мы как бы это сделать еще пока не успели, но будем считать, что сделали. Здесь все то же самое. Система очень сильно похожа на ту, которая подготавливает основание под плитку. Также касс, также сетка, также она утапливается. Дальше вы просто наносите камешковую штукатурку и красите. Итак, касс, значит, что нам говорит справочник Квикмикс. Клеевой базовый штукатурный состав для приклеивания теплоизоляционных плит и нанесения армированного базового штукатурного слоя с ФТК с наружными штукатурными слоями Лоботерм. Обладает водоотталкивающими свойствами. Минеральный состав, водоотталкивающие свойства, высокая адгезия к основанию, минимальное внутреннее напряжение, устойчивость к погодным условиям и ультрафиолетовым излучением. РКС. Раствор для приклеивания керамической плитки и теплоизоляционных плит в СФТК с керамической облицовкой Лоботерм. Также водоотталкивающие свойства. Раствор для нанесения армированного, это вот этот вот слой, в который вы топите сетку. Сетка, кстати, должна быть обязательно щелчоустойчивой, чтобы она у вас просто не растворилась. Китайскую на рынке использовать не надо. Дальше вы эту сетку этим же расом примазываете. Значит, раствор для нанесения армированного базового штукатурного слоя с керамической облицовкой Лоботерм. Также водоотталкивающие свойства. Значит, используется в качестве базового штукатурного состава толщиной минимальной 7 мм для нанесения на ровные теплоизоляционные плиты при последующей облицовке керамической плиткой. Здесь МЗ-4 и МЗ-1. Значит, цементная грунтовка для нанесения методом набрызга и цементная штукатурка для кирпичной кладки и бетон для наружных и внутренних работ. Значит, она вот здесь стоит для машинного нанесения. Ребят, если вы видите, что для машинного нанесения любой материал, который можно наносить механизированный способ, можно наносить вручную. А вот материалы, которые предназначены только для ручного нанесения, для машинного уже не подходят. Поэтому важно запомнить, если видим машинное нанесение, автоматически вручную это тоже можно делать. Дальше. Штукатурка МЗ-1. Наша штукатурка, опять же, для машинного нанесения, цементная штукатурка для машинного нанесения на поверхности, подвергающейся повышенной нагрузке, а также регулярному воздействию воды и влаги. Как раз это то, о чем я говорил, это наш цоколь. Может использоваться как цокольная штукатурка на кирпичной кладке и бетоне для наружных и внутренних работ. Толщина нанесения 15 мм на слой. Вот эта вот грунтовка МЗ-4, это очень важный этап, особенно если вы делаете облицовку по бетону. Очень многие опалубку, когда снимают, бетон имеет какие-то остаточные смазки или он просто очень гладкий, иногда может получиться заполированный. Очень важно вот эту именно грунтовку МЗ-4 нанести. Про фуговки в FM вы все знаете, выпусков уже очень много на канале. Такую же можно применять и в кирпичной кладке. Здесь она актуальна, потому что толщина самой плитки плюс шов достаточно большой. Глубина залегания здесь не менее 7 мм. Единственное, что еще хотел бы вам показать. Мы пока еще не снимали выпуск про это, но в QuickMix есть один чудесный клей, который называется FX-900. Я считаю его, наверное, самым оптимальным по цене и по качеству вообще из всех клеев, которые есть. Почему? Объясню. Есть, конечно, клея, которые имеют более повышенные характеристики, и там конкуренты европейские очень часто об этом говорят. То, что там вот клей, допустим, Ардекс или еще какой-то, он вот такой вот весь волшебный невозможный. Да, но если посмотреть на его стоимость, на стоимость этого клея и посмотреть обычные характеристики, которые нам нужны в EGS, мы понимаем, что даже этот клей является избыточным. Не говоря уже, там вот клей, допустим, FX-900 стоит порядка тысяч рублей за мешок. Его уже в несколько раз, ну, как бы его характеристики в несколько раз превосходят все то, что вам может вообще потребоваться. Да, а когда мы говорим о каких-то других клеях, то там ценник уже взлетает в три с половиной раза, и, грубо говоря, непонятно, за что мы платим. Вот видите кирпич, на котором я стою? Этот кирпич приклеен на клей FX-900. Вот, мы его очень часто применяем. Во-первых, он является с добавками трассы, то есть он с пониженным водопоглощением, если мы его применяем в системе вместе с минеральными гидроизоляциями. Ну вот, смотрите, иди сюда. Испортил кладку, но будем считать, что хороший материал получился. Вы видите, я его вырвал вместе с блоком, то есть это не клей отвалился. Честно говоря, это никак не запланировано, понятия не имелось, что так получится. Но клей выдержал, а блок нет. Вот такая вот тема, ребята. Поэтому думаю, что выпуск вам понравится. Теперь вы знаете, как правильно наносить клей на утеплитель и как правильно по системе смонтировать ваш цоколь так, чтобы лет на 20 вообще об этом забыть и не вспоминать. Стенд вот, посмотри, он у нас стоит. Помнишь, мы выпуск с тобой снимали по фасаду Real Brick плитка и утепление по вате? Все там написали то, что все, жизни нет, все отвалится. Вот стенд у нас на улице уже здесь больше год стоит. Еще, наверное, год, а может и больше на складе пролежал. Ват, конечно, пришла в негодность, но посмотрите, ничего вообще не отваливается. То есть здесь его пинают, уж чего только не делают, и туда-сюда перетаскивают. Здесь, в принципе, все то же самое, о чем я вам говорил. Базовый слой, сетка. Опять мы закрываем базовым слоем, РКС и фуговка. Вот так вот. Вот так же ваш фасад будет. И тут дело в другом. То, что если вата мокнет, если туда затекает вода, то она не работает. А то, что ничего не отвалится, это точно. И вот здесь я вижу, что какие-то тут, конечно, можно делать деформации и есть, но за счет того, что здесь все вот заармировано, все это висит и никуда не девается. Ну, как-то так. На нашем любимом газобетоне все. А, и еще один очень-очень важный момент, который хотел вам рассказать. Я раньше профессионально занимался строительством. Это вот где-то с 2009 года я профессионально занимаюсь кирпичом. А до этого я 10 лет строил. Я генподрядчиком был на строительстве крупных торговых центров по 20 тысяч квадратных метров. У меня работало одновременно по 600 человек в три смены. Я это все к чему? К тому, чтобы вы поняли, что у меня очень богатый строительный опыт. Так вот, самая частая ошибка на цоколе, это вот прям самая частая, это когда работяги начинают выставлять маяки для последующей штукатурки на гипс типа Родманта. Вот сколько я видел цоколей, требующих ремонта, это как раз происходит там, где стоял вот такой вот маяк, на который был примазан, значит, ну, на который сам маяк был примазан. А потом между маяками они уже закидывают сухой смесью и, значит, вытягивают. Так вот, гипс начинает тянуть. Это происходит не сразу, это даже происходит не на первый год. Приблизительно это где-то происходит на третий-четвертый год. То есть гипс начинает в себя всасывать воду, гипс при намокании начинает разбухать, расти, и в этих местах начинает отваливаться плитка. Соответственно, в том же самом Квикмиксе есть специальный состав для фиксации маяков на основе цемента. Ребята, пожалуйста, обращайте внимание, как делают вам цоколь. Если вы видите, что вам выставляют маяк из Родманта, прям берите этот мешок с Родмантом и одевайте на уши тому, кто это делает. Вот это вот очень важный момент, чтобы не ремонтировать фасады. Пользуйтесь. Я это проходил неоднократно. Ну, вернее, не то, чтобы я так делал, а то, что я приходил с клиентом помогать решать эти вопросы. И, кстати, в последний раз это было вот прям именно с такой же плиткой на очень-очень дорогом доме, где вот клиенту вот таким вот образом пришлось геморроиться через несколько лет, ремонтировать себе цоколь и докупать эту плитку. А плитка эта не дешевая, кстати, 3,5 тысяч за квадратный метр стоит. Ну, все. Будем считать, что выпуск выполнен. Миссия закончена. Надеюсь, информация вам была полезна. Все. До новых встреч. Подписывайтесь на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok